В начале 90-х здесь была промышленная зона, причем одна из самых грязных в Стокгольме. Сейчас это престижный, экологически чистый район города. В Хаммербрю живут около 20 тысяч человек. Дома сделаны только из натуральных материалов, а общественный транспорт в качестве топлива используют биогаз, продукт разложения пищевых и канализационных отходов. От такого горючего в атмосферу попадает гораздо меньше вредного углекислого газа. Культуру обращения с мусором здесь возвели в абсолютные значения. Контейнерами для раздельного сбора мусора сейчас мало кого удивишь, но в Хаммербрю самое интересное кроется в деталях. Каждый из таких баков, предназначенный под определенный вид отходов, соединен подземной трубой с центральной станцией. Под действием вакуума мусор отсюда сразу попадает в специальный контейнер, откуда его потом и забирают. И никаких мусороуборочных машин на улицах. Мусор в Швеции давно превратился из врага в союзники. Здесь утилизируют более 90% бытовых отходов. Дошло до того, что теперь в стране не хватает этого самого мусора. Его приходится закупать. То ли в шутку, то ли нет, скандинавы предложили губернатору Краснодарского края подумать над экспортным сотрудничеством. Венин Кондратьев приехал в Стокгольм изучить передовой опыт в области обращения с отходами. Для Кубани, как курортного региона, вопросы экологии стоят на первом месте. Большая часть мусора в Швеции уже ассортирована на уровне домохозяйств и предприятий. То есть они выносят мусор в 3-5-7 кулечка, грубо говоря. До 12 кульков они несут с мусором. Да. И уникальность этого района – это именно органический сбор, потому что в других районах не во всех это представлено. Коллеги, уникальность в том, как приучить людей сортировать мусор до 12 кулечков дома, перед тем, как они собираются этот мусор выпросить. Вот эта уникальность, как они этого достигли, как они смогли убедить население сортировать мусор дома. Вот как? Как показал Ронни, это за него 30 лет. Покадение целое. Но все равно начинать нужно. В Краснодаре тоже внедряют подобный подход, но пока это большее исключение из правил. Появляются контейнеры для раздельного сбора мусора и люди, которые готовы сами раскладывать по пакетам пластиковые бутылки, бумагу и пищевые отходы. Побольше бы поставили в городе таких ящиков, наверное, бы и количество людей, которые занимались этим, возросло бы. Хочется, чтобы город был чистым, и хочется сохранить природу как можно дольше, чтобы осталась хорошая, чистая природа и для детей, и для внуков. Как показал опыт Швеции, начать заботиться об окружающей среде никогда не поздно. И это не только экологично, но и экономично. Кроме переработки, мусор здесь еще и сжигают. Полученной энергией обеспечивают жилые районы. «У нас практически не остается ненужного мусора. На мусоросжигание с последующей выработкой электроэнергии и тепла идут 50% отходов, утилизация и вторичная переработка – 35%, а из остального производят биогаз». Шведы готовы помочь в строительстве мусороперерабатывающих заводов и в развитии альтернативной энергетики на Кубани. Как это можно сделать, Вениамину Кондратьеву рассказали в Научном институте природоохранных исследований, который разрабатывал проект «Хаммербрю» самого экологичного района города на строй у шведов рабочий. Я согласен с вами, что то, что я слышу сегодня, я желаю сделать уже завтра. Возможное сотрудничество губернатор Краснодарского края обсудил сегодня и во время деловой встречи с главой инвестиционного фонда «Райс Кэпитал» Карлом Мёрлингом. В первую очередь говорили о государственно-частном партнерстве в области утилизации мусора. На Кубани сейчас ежегодно получают 3,5 миллиона тонн отходов. Нам нужен опыт партнеров, которые обладают современными технологиями решения этих проблем. Но у нас нет права на эксперимент, у нас нет права на ошибку, в том числе и с утилизацией твердых питомых отходов. Поэтому мы обращаемся к лучшим мировым практикам, то есть к шведскому бизнесу, который обладает современнейшими технологиями по утилизации твердых бытовых отходов, который обладает современнейшими технологиями, в том числе по энергоснабжению, водоснабжению, очистных сооружений и строительств. Здесь не в деньгах, а в обладании теми технологиями, которые на самом деле передовые. Сегодня новое, высокотехнологичное, современное производство, еще раз подчеркиваю, не должно лечь грузом в виде тарифов, увеличенных тарифов, на плечи жителей нашего края. Надо просто найти оптимальное соотношение цены-качества. Мы тоже имеем разные проекты сейчас направлены на эту отрасль в России, и очень бы хотели бы с вами развивать эти дискуссии в Краснодаре. Мы готовы обсуждать разные варианты, которые могли бы подходить именно для Краснодарского края. С нашей стороны здесь, в Стаггольме, мы можем вам предложить стратегические договоренности с глобальными финансовыми и промышленными группами в Швеции. Извлечь из мусора как можно больше прибыли. Такой подход предлагают шведы. В Стокгольме делают это с помощью мусоросжигательных заводов, где из отходов вырабатывают энергию. Причем производство находится в самом центре города, и экологии не мешают. Вредные выбросы сведены к минимуму. Возобновляемые источники энергии – перспективное направление для Краснодарского края. Альтернативная энергетика и ветрогенерация может быть. Для нас тоже сегодня приемлемо с точки зрения поиска партнеров, с которыми мы готовы двигаться и в решении этой проблемы – энергодефицита регионов. Энергодефицитность региона, безусловно, это отсутствие дальнейшего развития практически всех отраслей экономики, в том числе и сегодня тоже принципиально важная для нас промышленность. Если вы готовы здесь предложить проекты, посредством государственного частного партнерства, либо просто приемных своих инвестиций, мы готовы их тоже рассматривать. Статусы одной из самых чистых стран мира Швеции добивалась почти полвека. Спустя время на местных полигонах закапывают менее 1% всех отходов. Это должно стать примером для Краснодарского края, где уже поняли, что мусор требует культурного обращения. Александр Иванченко, Денис Перец, Кубань-24, Стокгольм. Продолжение следует...